Кезир Две волны большой воды Начало июля Мы направляемся в Верховье Кезир Отправная точка нашего путешествия Деревня Усть-Каспа Каждый год весна бывает по-разному То она затяжная, то ранняя Если ранняя, вода уходит быстрее Потом коренная вода набирает обороты И она бывает сходится с талой водой Если жарко очень и снегу много в горах И тогда две воды сходятся И тогда получается наводнение здесь 2014 год вода выходила на берега здесь Ну сильного наводнения не было В 2001 году здесь даже на лодках плавали по деревне Подходили к домам на лодках У природы свое расписание Паводок не случается в одно и то же время Год на год не приходится Но волны половодия все равно будет две Если на них еще накладываются осадки То может случиться наводнение Коренная вода Всегда таит в себе опасность Где вода Там и беда Говорят местные жители Если дождливый июль То опять прибывает Июль такой Он разнообразный всегда Когда сухо А когда с дождями Если с дождями, как три года назад То вода все лето держалась очень огромная Нам такая вода и нужна До пятого порога Конечной целью нашего путешествия На моторной лодке Мы можем дойти только по большой воде Для чего нам, кстати, придется преодолеть По реке 200 километров Путь от Туська Аспы до первого порога Занял у нас 4 часа Капризы погоды Не помешали нам Снять самый мощный На Кизире порог Вот так он выглядит В начале июля По шкале сложности Сплавщики дают ему пятую категорию И сегодня находятся смельчаки Дерзающие пройти этот порог На катамаране по большой воде Когда По Кизиру сплавлялись На самодельных деревянных плотах Это считалось родни подвигу И не всегда Благополучно заканчивалось Но волнующее чувство Опасности По-прежнему Привлекает к нему Людей Пока мы снимали первый порог В Дали показалась Еще одна деревянная лодка Кизир манит туристов Использующих Возможность Заброски верховья реки И в связи с этим У местных жителей Развит сервис По доставке всех желающих Эти ребята собрались Дойти до пятого порога И потом пешком Продолжить свой путь До Кензилюкского водопада Инициатор похода Игнат Усок Красноярец Уже 10 лет живущий В Москве Летом он приезжает Навестить родителей Периодически совершая С отцом Подобные вылазки На природу С ребятами Пообщаемся позже А пока нужно Обнести вещи По трапе за порог Тяжелее всего Рулевым Несущим на своих плечах 60-килограммовые моторы Как мудро заметил Игорь Блешков То я езжу на нем То он на мне За каждым Непроходимым порогом У местных Есть еще одна Лодка Которую в целях безопасности Нужно грамотно Распределить груз Вот и все Впереди нас ждет Первое испытание Семеновская шевера Вода сейчас большая Пороги сильные Волы огромные Высота валов большая Надо правильно подниматься Ходьба на 9-метровых лодках Она является профессиональной Тут надо очень четко соблюдать Все меры безопасности Иначе все чревато Последствиями Семеновская шевера Тянется на 6 километров И состоит из Пяти больших перекатов До появления мощных моторов В большую воду Они считались почти непроходимыми Взрыв Мощь Настоящая мощь В большую воду Бывает аж Сердце замирает На валах Но главное Чтоб мотор не прохватывал Винт В воздух И нос был задран над валом Чтобы на длинном валу Чтобы не уйти под вал Самое опасное место На Семеновской шевере Так называемая баня Где река делает Крутой поворот Слева скала Справа камни Лодка участников Саянской экспедиции Федосеева Налетела на эту скалу И два человека погибло Случилось это в июле 1938 года После Семеновской шеверы Впереди нас ожидает Третий порог По спокойной воде Идти нам до него 25 километров Пейзаж постепенно меняется И перед нами Открываются отроги хребта Крыжин Хребет назван по имени Топографа Большой Сибирской экспедиции Императорского Русского географического Общества Ивана Степановича Крыжина Прошедшего По периферии Кизирского бассейна В 1858 году В ходе его экспедиции Была определена высота гор Гораница распространения леса Проведены наблюдения За растительным И животным миром Сложность порогов Колеблется в зависимости От уровня воды В Большую воду Сильно меняется схема Их прохождения Опасность возрастает За счет того Что вместо больших камней В русле реки Возникают огромные Водяные бочки Местные жители Самым опасным Считают третий порог Для прохождения на лодках В доказательство Нам приводят рассказы О большом количестве моторов Ушедших здесь на дно Собрал этот порог И свою дань человеческой жизни Местные его Ласково называют Зайкой Зайка Она больше всех жизни унесла Она очень хитрая Быстрая Если мотор не выйдет Водопад Прохватит Заду захлестывает Через корму И все И все поплыли уже Моментально происходит Все При прохождении Таких порогов Требуется Очень точный И филигранный Маневр Стараясь Не набрать В лодку воды В противном случае Ею будет трудно Управлять При прохождении Крутого слива Лодку может Развернуть И поставить Поперек струи И прибить К скале Или валу И заполнить водой Примерно так И происходит Несчастное Случай И снова Спокойная вода И снова Нас сопровождают Горы Тише гладь До Божьей благодать Смотришь и думаешь Как хорошо Что эти места Неблагоприятны Для хозяйственной Деятельности Человек Расстояние До ближайшего Источника Загрязнения воды Составляет Сотни километров Горные реки Вследствие Таянии снегов Как бы Проходят Дополнительную Естественную Очистку Их вода Вкусная И свежая Не успевшая Вобрать в себя Всякой дряни Таянии снегов Дополнительную 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Деревья летят, бывает потоком Сюда как бы идти смысла не имеет никакого Огромные валы пройти фактически невозможно Ну это только погибнуть можно Берега залиты, берега залиты, везде одна река, сплошная река несет Раньше бывало, что ходили, а сейчас уже отказались от этих моментов Как бы безопасность прежде всего для людей Добро пожаловать на наш канал! С каждым годом желающих единения с природой становится больше Водный туризм, это и отдых, это и отдых и спортивное развлечение Отличный способ сделать свой отпуск незабываемым Долина реки сужается, берега лезут вверх К нашим моторным лодкам после четвертого порога присоединяются ребята на водомете Мы познакомимся с ними поближе достигнув пятого порога Дальше по реке пути уже нет Пятый порог или каньон находится чуть ниже истока Кизира В силу своей труднодоступности эти места редко посещаются людьми Но побывать здесь мечтают многие Каньон представляет собой щель пятиметровой ширины На деревяшке с мотором мы бы сюда не зашли Так что спасибо ребятам из Железногорска, называющих себя речными волками Благодаря им мы сумели снять эти кадры Нас, естественно, заинтересовало А что же их привело сюда? Впечатляет! Этой зимой у нас появилась идея Вот у Антона с Алексеем мы втроем решили попробовать дойти до Кензилюкского водопада Нашли вот информацию, какая-то московская группа ходила давненько, может лет 20 назад Но они правда спускались под Кензилюку Подробно зарисовали карту, в общем-то решили, что один раз лучше увидеть, чем сто раз услышать И решили попробовать подняться по Кензилюку столько, сколько сможем Но дальше пешим маршрутом дойти до водопада Пока разведка, до какого места возможно дойти, то есть посмотреть своими глазами Информации очень много, поэтому пошли специально в большую воду, чтобы, может быть, где-то какие-то мели, какие-то шеверки мелкие легче было пройти Мы благодарны судьбе, что она нас свела с вечными волками И, конечно, их женам Особенно жене Дмитрия и Алене, позволяющие мужу растрачивать свой отпуск, уезжая от семьи в такие гебри Вы приезжаете в отпуск для того, чтобы проведать родителей Да И потом эгитируете отца в эти путешествия Так и есть То есть у нас все остальные путешествия были гораздо проще А сейчас вы решили горешко хлебнуть А сейчас, да По полной программе По полной программе Но это самое удивительное место, оно того стоит Я наслышан про трудности, про буреломы, про жару, возможно, и прочее Про броды, про все наслышан Но я готов, мы долго к этому шли И мы хотим туда попасть, обязательно хотим преодолеть это все Если вот дойдут ребята до Кензюлюка, увидят этот огромный, потрясающий водопад Снимут его, побудут возле него Они покорят себя Они никому ничего не докажут Горам тем паче не докажут Поэтому это... Они просто дойдут до своей мечты, если они это сделают Они дошли И доказательством тому эти кадры, снятые на квадрокоптер Игнатом Благодаря ему мы можем полюбоваться этим удивительно захватывающим зрелищем Кензюлюкский водопад издалека напоминает серебряную ленту Которая выплелась из озера, лежащего на высоте 1601 метр над уровнем моря Он расположился на северо-востоке Кензюлюкского хребта, срываясь с огромной высоты С точки зрения геологии Саяны совсем молодые горы Им около 400 миллионов лет Геологические находки говорят о том, что миллиарды лет назад здесь был океан Кензюлюкский водопад предположительно второй по высоте водопад в России Но точная высота его до сих пор не установлена Приблизительно она равна 400 метрам Счет людей, увидевших его своими глазами, идет на десятки Людей, ощутивших всю прелесть покорения и преодоления себя Чего это стоило нашим ребятам, требует отдельного рассказа Говорят, не берись за камень, который не сможешь поднять, не заплывать туда, откуда не сможешь вернуться Венцом нашего путешествия был пятый порог Кезира И теперь возвращаясь вниз по реке, у нас есть еще немного времени, чтобы посвятить его остаток рыбалки Самая распространенная рыба в верховьях Кезира Хариус Ленок и таймень стали экзотикой Для ловли Хариуса мы выбираем места в падении в Кезир ручьев и речи С холодной и кристально чистой водой Они несут о рыбе корм Много Хариуса заходит в притоки, в ручьи, в речки, где по реке есть Там также он не рестится и живет все лето Как бы если порыбачить, то надо идти в речку, в приток Ну а чтобы добраться до речки, это надо подняться высоко А в этот момент по большой воде сюда не подняться Хорошая рыбалка наступает позже, с июля Вода, когда начинает падать, просветлеет Начнет Хариус брать на муху поверху Выходит на перекаты, стоит на перекатах И начинает брать на муху В плане рыбалки Кезир сегодня истощен От хищнического истребления рыбы мелкоячеистыми сетями и электроудочками Последние годы, особенно в среднем течении реки, уловы сильно снизились Что отмечают и туристы, и местные жители Здесь Хариус гораздо крупнее, чем внизу на сегодняшний день Здесь сохранилась еще уникальная фауна рыбы Потому что речек много притоков Она сохранилась в этих речках Но уже не та, уже Хариус мельче, конечно, стал Вот с годами это ощущается Что его меньше и меньше Раньше Хариус гораздо здесь крупнее был Больше килограмма Хариуса можно было чаще поймать Ну, еще буквально 10 лет назад Люди стремятся к реке не только за рыбой Но и чтобы окунуться в состояние гармонии с природой Отдыхая даже от ее созерцания Воды всегда пребываешь в хорошем настроении А самый простой способ Восстановление сил умыться живой водой Вода хранит множество тайн Ее силы энергетика поражают Ее стеклянная гладь, переливаясь в лучах солнца Заставляет задуматься о вечном Все хорошее рано или поздно кончается Пришло время и нам собираться в обратный путь Вниз, не вверх Дело пойдет быстрее На самом деле вверх, конечно, легче идти Можно притормозить, обойти что-то Где-то вал увидел, между валами пройти А вниз? Вниз тормозов нету В заключении нужно заметить Что только те, кто сплавлялся по горным рекам на Катамаране Лучше всех представляют себе Что такое на самом деле речные пороги В полной мере сливаясь с природой Они уходят от цивилизации Чтобы остаться один на один с водной стихией То, что на заре времен было жизненной необходимостью Сегодня один из способов проверить себя Испытать волнующее чувство опасности И радость от покорения бешеной горной реки Когда на горных склонах зашевелится снега С карнизов и уступов вдруг закапает вода И под весенним солнцем вниз покатятся ручьи Чтобы достичь и влиться в русло бешеной реки То знаешь, что обострение той болезни началось Которая зовется, спав и хочется до слез Отбросив все заботы, мчаться к черту на рога Чтобы попасть туда, где ждет нас горная река Пускай нам крутят пальцем у виска Понять, пытаясь жены и друзья Но мы даже на кожаный диван Не променяем наш катамаран До облаков тут кажется, дотянешься рукой Тут бурная река взрывает вековой покой С рекой шутить не стоит, тут нельзя спешить вперед Тут каждый шанс последний, тут провада не пройдет И снова по порогам сквозь валы и пенный рев И столок от надежной нас пути не подведет И путь в конце маршрута, уставшая слегка Простит нас и отпустит побежденная река Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин